Местные жители нас предупреждали. Поедете к нам, берите машину похуже. Дорога словно пробита мелкой дробью. Чего удивительного уже около 30 лет без капремонта. Прошлый год вообще даже не производился ямочный ремонт. Где-то глубокой осенью чего-то подлепили. То есть вот эти заплатки, видите, вот такого плана, которые сейчас начнутся работы. И поедет большая техника. Эти заплатки вылетают прям вот такими большими шайбами, которые потом откидываем просто на обочину. Скоро рассвет, а дороги нет. С Николаем мы встретились за пару километров до Непотягова. У Стеллы сельхозкооператива «Рассвет». Одного из самых процветающих в регионе. Чтобы проследить весь худой путь. Здесь поля сельхозпредприятия. В попытках объехать ямы машины едут прямо по хлебу. Ну а мы двигаемся дальше. Мы подъезжаем к Непотягову. Дорога становится, по-моему, только хуже. Она уже вот дальше до Сева сплошь практически. То есть здесь вот самый катастрофический участок, наверное. По дороге встречаем непотяговцев. Едут за детьми в школу в Гаврилов-Посад, разбивая подвески и свои надежды на лучший путь. Ужас. Просто ужас. Невозможно ездить. Каждый божий день по 40 километров по этой дороге ездишь. Так что извините, мне 15 минут осталось. А я полчаса еду дотуда. 10 километров. Дыр с каждым годом в дороге становится только больше. И они становятся только глубже. Ехать по этой дороге не только травмоопасно, но еще и очень долго. Привычные 8 километров приходится преодолевать не менее чем за 30 минут. Сейчас путь от Непотягова до райцентра занимает еще больше времени. Не только потому, что дорога худая, но и потому, что короткий путь через мост в Гавриловом Посаде закрыт. Приходится делать крюк по объездной. Экстренные службы, скорая и МЧС с трудом добираются до села. А со здравоохранением в Непотягове непросто. ФАП есть, но несколько месяцев он закрыт. У нас участковая наша от нас отказалась лезть. Хороший врач. Она от нас отказалась, сказала, я в Непотягове ездить не буду. Тоже по причине плохой дороги? Кто будет дрыгаться по такой дороге? У меня вот в прошлом году, в этом году ребенок разбился. Вот по этой дороге он, видать, съехал, хотел объехать эти ямы или чего. У меня молодой парень разбился насмерть. Вот как вот. Автобус до райцентра ходит два раза в неделю. По вторникам и пятницам в 8 утра. Те, кто без машины, едут на такси. Из-за дыр на дороге тариф космический. До тысячи рублей в один конец. Хлебная машина. Они говорят, мы от вас скоро откажемся, потому что мы не можем ездить по таким дорогам, потому что наш транспорт рассыпается. Получается, что хозяйство хорошее, хозяйство процветающее, а мы живем как в аппендиксе. Хозяйство действительно процветающее. Буквально в прошлом году построили новый животноводческий комплекс. Экспрезентовали губернатору. Рабочие места есть, а вот дороги нет. Вот буквально привозили вчера нам же мы. Мужчина заходит, не здрасте ничего, говорит, а что у вас, говорит, как вас так обошли? Что у вас с дорогами? Говорит, невозможно, говорит, ехать. Даже, говорит, ехать не хочется, говорит, к вам. В самом Непотягове дороги тоже красотой не блещут. Но тут перспектива по ремонту более реальна. И проект на сельскую дорогу готов. Есть в Непотягове и магазин, и детский сад, и школа. Учатся здесь 36 детей. Но будущая школа, носящая имя Герой Советского Союза, под вопрос. Персонал у нас уже весь преклонного возраста. Многие уходят уже на пенсию. А заменить их молодые не каждый сюда и стремится. Потому что тоже так же. Дорога, дорога, еще раз дорога. Приехав к нам, например, посмотреть, говорят, сделают дорогу, мы к вам приедем. Участок в 7 километров 400 метров. В сторону Непотягова дорога региональная. Находится в управлении департамента дорожного хозяйства. Два года назад начали бить тревогу. Мы писали в департамент дорожного хозяйства. Через портал госуслуг все это мы делали. Нам просто отвечали. Вроде как бы есть в плане на 2024 год, а дальше вы как хотите. Просто кидают отвисками. Выходили на прямую линию с президентом. Там нас снова перекидывали на департамент дорожного хозяйства и снова тишина. Впрочем, пока и сказать-то нечего. Только что ремонт будет стоить более 130 миллионов рублей. И департамент поясняет нам, что в этом году они будут делать сметную документацию, а на следующий год, возможно, запланировано проведение ремонта капитального характера. В этом году только в рамках содержания и текущего ремонта. Людмила Егоровна местная звезда, а еще мастерица на все руки. А я все умею делать. Приходите ко мне, я вам все-все свяжу, все делаю. Ковры всякие. Доехать до вас сложно? Да, да. В Доме культуры дирижируют хором. Руководила бы и танцами, да ноги уже не те. А детей занять очень хочется. В секции «Кружки» в Гаврилов-Пасад не наездишься, только машины рассыпать. А сюда работать молодежь никто не едет. Дороги нет и жизни, считай, тоже, говорят местные. А жить хорошо уж очень хочется. Наталья Сергеева, Сергей Чутин. Филикомпания «Барс». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok